Миша, нету звука. Сейчас будет. Он говорит, давай, только там чего сейчас. Давай, давай. Так вот, я просто хочу продолжить тему, которая мне очень близка. Но дело в том, что к танкам я имел непосредственное отношение. Вообще, с рождения танка до механика-водителя второго класса, потому что я заканчивал Бауновский институт, я уже говорил как-то, как К-2, моя дипломе написано, инженер-механик боевых гусенических машин. И в Афган попал тоже еще и потому, что, ну, и та же давали мне, получила удостоверение механик-водитель второго класса на этих танках. И в танки влюбленный был. И друзья мои, лучшие сами, которые сейчас ушли из жизни, были буквально помешаны на танках. Вот нет Толи Богданова, член Совета представителей России, который в Сирии воевал танкистом, которым мы, ну, нас сказали, подождите, время придет, мы, когда буря в пустыне была, он был лично знаком с сыном Саддама Хусейна, тот был командовал сухопутными войсками. Мы в посольство Ирака с ним двоем пришли. Танкист, он танкист, профессиональный, я там. И собирались служить в армии Ирака, бить пиндосов. А знаете, почему пиндос вообще откуда-то пошло? Это новое. Пиндос в переводе с румынского, это пингвин. Если вы посмотрите, как высаживается правая морская пехота, или вообще эти солдат США, самолетов, он так и идет. Он весь обвесный, что и мешками, сумками, баулами, но разгрузка у него висит бог на отчего, и походка у него такая же. Вот они гордо идут, там попал авианосца или где-то на аэродромах, отсюда и кличка пингвин. С американцами, кстати, вот, наши заклятые друзья уже много лет, встречались и в Афганистане. Афганистане, во всяком случае, Володя Иванов, знаете, кто был в клубе ДОК, Ивана знаете, да? Он писал замечательные песни, правда, последние лет 10 он докончил школу военных священников и перестал писать песни. Хотя, может, хотя и пишет. Только пьет водку теперь. Он хотел сегодня прийти, но не пришел. Но они в ноябре 79-го года раздолбали какую-то группу американцев, которые зачем-то сопровождали караван с оружием из Пакистана в Афганистан. Причем это было Калашниковы. И по номерным знаком, по серийным, только что выпущенные у нас на заводе в Советском Союзе, там, в Ижевске, взяли вот эту тайну. Великая, еще одна великая тайна. Вот тут Миша начал тайну расшифровывать. Я еще повторюсь, когда он говорил про то, что насколько близки мы к концу света к Армагеддону, которым неизвестно, кто бы победил. Мы опоздали же со созданием атомного оружия. Буквально на несколько лет. Так вот, с 48-го года, это, напоминаю, значит, это знаменитая речь Черчилля в Фултоне, где он в сумме сказал, что Советский Союз настолько стал послевоенной мощным государством, победить его физически нельзя военной силой. Но мы его взорвем изнутри. Что и произошло буквально там, сколько-то лет спустя, как мы все это знаем, были участниками, очевидцами всего этого. Так вот, с 48-го года по 58-й, 12 раз командование штабов США отдавало приказ, и там Б-2 были, Б-52, они с Атаном бомбами нарушали на борту, нарушали территорию Советского Союза. Так что инцидент там, вот Карибский, это вот детские шалости, кто там уладили, как бы, Кеннеди и кто там Хрущев. До этого была реальная угроза. Она у нас остается, это таких задач, уничтожение Советского Союза. Это не пропаганда. Я, как кадровый старший в Церкви, комитет госбезопасности, который, всегда работая в контрразведке и разведке, обязан узнать больше, чем просто народ, о чем нас предупреждали при поступлении туда. Чтобы знать, за что умирать и за что... Сейчас я не знаю. Вообще не хочу ни за что, ни за кого умирать, если родина малая. Ой, Николай. Ну, я начал про танки. Это группа К-2, где было 28 человек, 8 девушек у нас учились, танкистки. Тоже механик 2-го класса. Все получали, помню, как под Ленинградом. Чумазы, и как черти, девочек, ну, никак не признать, вылезали из 55-го и 62-го танка, после профиля, в пыли все. Как-то смотреть на них никто не хотел, да они сами все противные были после профиля. Ну, люки тяжело пролежать, пролезать, и у нас дамы были такие. Как стопор бились все, а вот люк. Все с синяками на бедрах ходили. Ну, неважно. Но песни у нас были. Вот песня была. Хорошая песня. Ну, я уже пел ее, знаете. Я спою песню чужую моего друга, Мишки Михайлова. Он мои песни поет, чего бы не спеть. Это танки в Афганистане. Сейчас у меня еще один товарищ. Вот, ребята еще 60-го, этого вечного охотника и бойца Федора, знаете, да? Да. Федор, он четыре раза сюда ездил и принес снимки. Вы знаете, как мне было больнее смотреть на то, что осталось. Вот вдоль трассы жизни, на Файзабад, да, через Кишин, там же на обрывах валяются танки внизу. Ну, пиндосы приказали всем стащить танки, все в Кабул, ну, то и будет там таскать оттуда. Валяются сожженные машины, бронемашины, БМП, танки валяются. И вот по этому поводу он самую лучшую песню написал Михаил Михайлов, он сам афганец, полковник погранвойск. Песня с глубоким смыслом, я понимаю, почему. Нас, к сожалению, история учит только тому, что ничему нас не учат. Поэтому мы на танках все пытаемся куда-то въехать. То в Грозный, то в Варшаву, то в Прагу. Ничего из этого не получается. К великому сожалению, танки в загоне, и поэтому защиты от противотанковых гранатометов нету танков. Горят вместе с экипажами. Ну вот, в Афганистане их великое множество полегло. Но до сих пор вдоль дорог можно видеть от 100 танков с надписями, кто здесь погиб. Афганцы не трогают, не сдают на металлолом, а на Саланге даже защищают. А вот недавно, к сожалению, умер. Вот год начинается с того, что умирают замечательные люди. Может быть, кто-то знал. Он был членом московского правительства, да, это психиатром ЛКСМ, Локтионов Сергей. И он тогда еще в 87-м рассказывал. А я говорю, это на 66-м высота. Я говорю, какая? Ну вот представьте, я выхожу утром зубы чистить, да. А там танк, капонир, и земля. Стою на краю ущелья, а подо мной облака и ары вылетают. На такую высоту забраться танку советскому. Ну вот, мы же все побросали, танки не нужны, что очень обидно. Называется он «Дорожный знак», эта песня. Здесь «Дорожный знак» не в законе. Есть один, и тот не в дугу. Нарисован на белом фоне. Танк нелепый в красном кругу. Дальше хочешь сядь за баранку. Нет колес, так груз на плечо. Мол, нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Мол, нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали гробами, Стянуты с дороги на край. С нецелованными губами Отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из башек На дорогах этой земли. Скольких-скольких мальчиков наши Под броней не уберегли. Сверху глянь, а хочешь с изнанки. Все чисты, их долг освещен. Но нельзя кататься на танках. Танкам здесь проезд запрещен. Не видно ни по чьей-то опложке. Копан знак как будто навек. Не для этой только дорожки. Для дорог стоит он для всех. Мир да боли мил с позаранку. Вот помолился, будь я крещён. В нём нельзя кататься на танках. Танкам в нём проезд запрещен. В нём нельзя кататься на танках. Танкам в нём проезд запрещен. Вот такая песня. Я тебе обрешу. Мишки не говорю, чтобы тебе понравилось. Вот. Хотел бы... Песни старые, которые я редко пою спеть. С вашего разрешения. Потому что как-то уже одно и то же. Если специальных заявок нет, а одно и то же как-то тоже. И мне самому петь неинтересно. Хотел бы всё показать. Ну вот эта песня. Тоже, ну не знаю, реквием, наверное. По всем, кто остался там. За речкой южной. Навсегда. Остался там и на ширпоте. За дальнюю речкой. За дальнюю речкой. За южной речкой. Где пыль до жара. За хребтом гиндукуша. Над каменной сушью. Послушай, послушай, Как плачут ветра. За хребтом гиндукуша. Над каменной сушью. Послушай, 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 Как плачут ветра. 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 Загорелые лица. Синева на петлицах. И пыль на ресницах. И соль на губах. Загорелые лица. Синева на петлицах. И пыль на ресницах. И соль на губах. И память как рана. Открытая рана. Нам Афганистана забыть не дает. За хребтом гиндукуша. Над каменной сушью. Послушай, послушай, Как ветер поет. За хребтом гиндукуша. Над каменной сушью. Послушай, послушай, Как ветер поет. Послушай, послушай, Как ветер поет. Ну, еще хочу одну песню спеть. Тем более, разрешил мне старый товарищ, Декабрист ее петь. Серега Климов по кличке Корясь. Кличку заработал в 79-м. После штурма Кабула и тюрьмы Поличерхи. Недалеко. Но он был первым исполнителем песни. Правда, я слышал в другом исполнении, в 82-м уже году. И запомнил такой, как исполнял ее другой, тоже каскадер. Но Климов не против, думаю. Ты же с ним согласовывал, да? Так что его песню в варианте. В декабре, вот 27 декабря, я не знаю, Вот я много на своем веку видел, Но чтобы как-то, как мне непривычно 27 декабря Праздновать праздник начала Афганской войны. Еще более мне неприлично, когда 22 июня, Вот прошлого года устраивают парады, И бог на чу. На 7 ноября тоже парады. Люди уходили в 41-м. Значит, в июне напал на нас Германия. Мой отец пошел на войну, и мама тоже. Все пошли. А 7 ноября или 9-го устраивать на день Великой революции парад. Но надо помнить, что тот парад, который в 41-м уходил, С Красной площади, с разной передовые, Все части практически были полностью уничтожены. Это 41-й ноябрь. И до декабря, так что праздника особо я здесь не вижу, Так же, как и 27 декабря. Взяли, Кабул, слава, честь, кто ее убрал. Но вопрос в том, что началось потом, И что продолжается до сих пор, Потому что Афганистан никак не исчез в историю. Мы его притащили, эту войну сюда, И она продолжается и здесь. Уже 20 с лишним лет продолжается. Я так думаю, вот эта песня просто о тех, Кто честно выполнил свой долг. Первый раз такая операция в таком количестве, И с таким успехом за рубежами Советского Союза. И так, Сергей Климов, без отметки на калитуре. В декабре зимы начало, В декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песнь? Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песнь? В декабре меня кроха спросит, Потирая озябший нос, Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата, Без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, На Кабульском чужом дворе. Слезы радости, помни об этом, И друзьям своим растолкуй. Почему нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? Отчего нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй? В суету новогодней встречи Вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Ну вот эту песню я сейчас тоже редко пою, Поэтому я спою, значит. Песнь посвящается тем, Кто лазил по козьим тропам В горах Афгана, Ходил по пустыне Регистан. Топтал армейскими ботинками Этот запредельный и закрайный Часть земли. Вернулся живым. И это я написал там. В Афганистане это была первая часть. Вторую после войны написал уже здесь. Песня посвящается моему другу, Соавтору частик многих песен, Сергею Кузнецову. Он жив, слава богу, здоров. И всем, всем За вас на пятнадцать человек. Пятнадцать человек, Нас много или мало, Узнаем погодя, Когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь, Звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, Пока качает ночь, Звезду над головой. Короток был приказ, Куда еще короче. Нам выйти предстоит, Почти что в Пакистан, И выйти на рубеж, К исходу этой ночи, Вас налетом захватить, С оружием караван. Нам кумполка сказал, Что будут нам награды, И тем, кто не дошел, И тем, кто уцелел. А замполит сказал, Да вы справитесь, ребята, Но почему-то сам Идти не захотел. И вот четвертый час Утюжим эти скалы. Полночи позади, И главное успеть. А где-то там вдали, За горным перевалом, Полсотни босмачей, Торопятся на смерть, А они заплатят нам За взорванные школы, За слезы матерей, За выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, У них настрой веселый, А мы им поутру Сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, У них настрой веселый, А мы им поутру Сыграем отходняк. И дальше. Несколько спустя. Закончилась война, Да здравствует гражданка, Герои всех времен Кого-то назовут, А ты, шофер, опять Крути свою баранку И ждите, когда тебя На бойню призовут. И снова как так, А те, кто за тебя Судили и редили, Кто за твоей спиной Разваливал страну, Промолвят, там тебя Напрасно не добили, Так вот тебе приказ На новую войну. И снова как тогда Полезем мы по скалам, И снова как тогда Попробуем успеть, А бывший кумполка Таки получит генерала, А красный замполит Успеет побелеть. Пятнадцать человек, Нас много или мало, Узнаем, как мы, Когда закончим этот бой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, И радуйся, что ты Пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, Пока заря не встала, И радуйся, что ты Пока еще живой. И еще песня Несправедливо забыта, Совершенно забыта. Я понимаю, десантура, Морская пехота, техника такая, Но о, вечная царица полей, Это матушка пехота. Древний парк, Викбергилий сказал, Ах, пехота-то, Бедный попрошайки он. Пехота никогда никто не считал, И в том числе и в Советской Азии, Никто, царица полей назвали, Потому что закон древний плачет. Пока на землю не вступила Захваченная нога пехотинца, Пехотинца, Запогом или там сандалиями Римского легионера, Кем угодно, Она не считает захваченной, Считает свободной. Так было и осталось В межородном праве. Но насчет пехоты Я не слышал Никогда замечательных песен. Десантура славая И во веки вечные. Она замечательные песни поет. На самом деле, Вот сейчас десантники обидятся, Но исторически это так. Ни одного серьезного возражения. Десанты массированные. Первый десант провалился, Был уничтожен почти полностью. Не выиграли. Все решает пехота. Так вот поэтому... Про пехоту песня. Мотострелковая пехота Это без разницы, Все равно пехота. Это к родному 860-му полку обращено. И мы тоже пехота Спрашивают, не прыгали, Хоть разведку. Но где ползком, где ползком, Где бегом, Все по матушке земле. Совет полей. Вот такая. Гордо нас зовут мотопехотой. Здесь это товарищи мура, Мотовы в горах до поворота, А до поворота, А за поворотом пехтура. Эх, пехота, Матушка пехота, Чего он побрал бы этот, Поворот. В горы шли, Была почти что рота, В горы спустились, Стал почти что взвод. Где тебе тот камень, Что тебя обманет? Где уступ, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, бог пехота, Матушка пехота, Ох, тяжелые погоны на плечах, В бой идем так будто на работу, Кое-кто вернется в сынкачах. Эх, пехота, Матушка пехота, Черт побрал бы этот поворот, В горы шли была почти что рота, В горы спустились, Стал почти что взвод, Горды кличут нас, Мото пехоты. Здесь это товарищи мура, Мото мы в горах на поворотах, А за поворотом пехтура. Эх, пехота, Матушка пехота, Царица полей. И все решает пехота. Вот я помню, Когда стратегия, Спецстратегия, Воентактику изучал, Танки въехать, Вот на чужую территорию, Не считается территорией, Экипаж, Дом вылезти, Програтиться в пехоту, Протопить сто метров, И воткнуть какой-нибудь флажок, Или не знаю чего там, Щуп солярный от танка, Там что-нибудь такое, А? Ну правильно, Во всем мире так считается. Но почему-то на нас, На пехоту, Вот Чечня, Это пока отругая точка, Вот на то, Что решает и основное, Не тратить такие бешеные средства, Да никому не нужно, Не летающие булавы, На сатану, На эту, Не будет никогда работать носить, Или нет, Знаю, допустим. И на космическое исследование, Где мы давно уже, Ну там, Внизу, Под американцами находимся, Все коммерция, Мы возим как такси. А вот пехоту вооружить, Я знаю лично, И кто был в Чечне, Знает тоже. Бандиты, Снэйпи, Это не павстанцы, Не эти самые, Просто снэйпи разнощены, Как. Посмотрите, Как одеты чеченские боевики, С нашими солдатами. А нас, В одежде, Юдашкина, Там они, Помирают от туберкулеза, Не доехав от, Пута призыва. Это как русские в России, Не имеют своего. А у нас нет ничего в России. Вот знаете, Сам, Есть чеченцы в России, Ингуши, Татары, У всех общин, А мы нет. Все у нас есть. Поэтому, Как только, Как только где-то Кто-то из этих, Даже из тех, Кто мигрантов сюда, Кто-то где-то попадается, Его начинают справедливо карать, Тут сбегают, Представить, Начинают вопить, Кричать. Генерал-майор, Герой в России. А мы там кто? А мы никто. Сказал же один маршал, И гусар-детель, Да не жалейте, В эту пехоту, В России, Побного новых нарожают. Давно сказал. Только рожать не от кого, Если убивают пехоту, Снова мужчина, Если убивают, Демографический провал. От кого рожать, Наши подруги? От негров? Мулата и метиса, С мачеды в руках попрут? На танки, На меркаву, На ха-700 там. Игорев, давай! С рогатками. Ты на странах Высоких перевалов. Ну да, Вот это вот да. Сейчас появился лазурит, Опять видно пошло, Смотрю, Вот где камни полудрагоценные торгуют, Пепельница из него сломалась, Тихтоточек. Лазурит. Вот такого цвета настоящего. А, вот, Курска моя висит, Темный-синий. Вот такой вот цвет, Настоящий. Самый дорогой, Где там злой. Ой, Саня Карпенко. Вот это замечательный Афганский офицер, Не афганский, Кавалер Орденов многих, Александр Карпенко, Вы многие знаете, Автор замечательных стихов. С войны пес. Санечка, присаживай, дорогой, Пожалуйста, рад тебя видеть очень. Так вот. Лазурит. Лазурит, да. Дыра, много гор И высоких перевалов, Среди них карамунжон. Лазурит от там навалом, А еще босмочи, Нам их надо выбивать, Босмочи, Ауганов, Вашу мать. А еще босмочи, Нам их надо выбивать, Босмочи, Ауганов, Вашу мать. Там душманский отряд Под командою Гулдода, А у них говорят, ДШК и минометы, Только нам, Парванист, Нам на это наплевать, ДШК, Ауганов, Вашу мать. Только нам, Парванист, Нам на это наплевать, ДШК, Ауганов, Вашу мать. Вот ракета пошла, Начинаем мы работу, Лезем прямо с борта, Под огонь их пулеметом. Вот теперь поглядим, Кто умеет воевать, Перевал твою, Аугана, Мать. Вот теперь поглядим, Кто умеет воевать, Перевал твою, Аугана, Мать. Нас рассвет застает, Запыленных и уставших, Водка нас не берет, Так что молча пьем запавших, Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, Аугана, Мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, Аугана, Мать. И вернувшись домой, Чтоб не все было забыто, Мы захватим с собой, По кусочку лазурита, Чтобы вспомнив, Как было, С усмешки мог сказать, Лазурит твою, Аугана, Мать. Чтобы вспомнив, Как было, С усмешки мог сказать, Лазурит твою, Аугана, Мать. Но еще про лазурит, Акабли, Это же основное, Что добывалось, Пыталось добывать всеми, Транспортироваться везде, В том же, Здесь Советский Союз, У доблестного 860-го полка Выложил лазурит, Когда взяли они, Лазурит, В месторождении, Там ребята были, Первый батальон, Второй, по-моему, Там тоже участвовали, Ну все, Перед штабом полка, Вот для докладов, Метра 4-4, Выложили все лазуритом, Оставался один мой зам, По диверсии, Он делать нечего, Он стал в ЦК писать записку, Этим лазуритом захваченным, Выложить одну из новостроек, Московского метрополитена, Станции там, Командир в Кабульском, Иди скорее, Он с ума сошел, Как в ЦК такие докладные пишут, Напрямую, Прям через всех, А с этой, Ну, Не выложили, А тут приехал зам по вооружению, Туркво, Майор, Какой-то, Генерал-майор, Увидел свет, Что такое, Что такое, Два дня пробыл, Не знаю, Там всех бак перещупал, Там всю водку выпил, Какая была, Забрал все это, В 8 мешков, И увез куда-то, Неизвестно, Направлять без лазурет, А вот, А кто успел, Там, Тут точили пепельницы, Да ну, Лазурет был навалом, Но вот этот, Вот этот, Правда, Лазурет, Это операция Ивня 82-го года. Перевал Карамунжо, Нищина карте мира, На двухсотке Он пунктиром Тонким дан, Только птицам виден он, Что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, Что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Перевалы Карамунжо, Лазуретовые шахты, Караванная тропа по леднику, Здесь стоят со всех сторон, Горы древние на вахте, Равнодушны и к другу, И к врагу. Здесь стоят со всех сторон, Горы древние на вахте, Иду частные к другу и к врагу. Перевал Карамунжо, Здесь веками тихо-тихо, Облака катились по морю небес, Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико Эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, Были звания ордена, Были звезды на погоны, Они этим не забудет, Сколько там осталось нас, На камнях Карамунжо, Столько в памяти невылеченных ран, Сколько там осталось нас, На камнях Карамунжо, Столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжо, Нищенок Артемира, На двухсотке он пунктиром тонким дал, Только птицам виден он, Что уходит легко крыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, Что уходит легко крыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Значит, горжусь тем, Это Терёг Демешов, Он не мог приехать, Он вообще не может, Куда не помню сегодня. Но я могу успеть. Я её понял, Он по мне её писал в городе Кундузин. Ну кто сказал, что в дыря Растёт зелёная трава, Что здесь немножко, Даже лучше, чем Швейцария, На самом деле ерунда, Забыта Господом страна, И потерялась на краю земного шарикам. Здесь не увидишь паровоз, А только лишь гружёный воз. В нём вещи в кучу, Люди, джинсы, провианты, И без эмоций на обоз Глядит скучающий сорвоз. Ну что сказать тебе, Афганский вариант? И без эмоций на обоз Глядит скучающий сорвоз. Ну что сказать тебе, Афганский вариант? Начинаем привыкать, По долгу научились ждать Зарплату, дождик, письма, водку, вертолёт. Но чтоб в конец не одичать, И по ночам, чтоб не кричать, Решили песни пишем Ночи напролёт. Но чтоб в конец не одичать, И по ночам, чтоб не кричать, Решили песни пишем Ночи напролёт. Здесь нету женщин без щедры. А рыки полные воды, несут холеру, паратив и гепатит Ну а куда ж мы без воды, ни туды и ни сюды Спасает только алкоголь и пантоцит Ну а куда ж мы без воды, ни туды и ни сюды Спасает только алкоголь и пантоцит Четвертый доблестный каскад навеки проклял этот ад Болезни, климат, свисты, пуль над головой Но не вернуть судьбы назад, 12 месяцев подряд Не сможем мы попасть домой, дружок, с тобой Но не вернуть судьбы назад, 12 месяцев подряд Не сможем мы попасть домой, дружок, с тобой Как каскадера обмануть, дуганщик щурится чуть-чуть Быть может даже он и вражеский агент Но нам на это наплевать, нам непременно надо взять Дубленку, джинсы, батник, сони, ориент Но нам на это наплевать, нам непременно надо взять Дубленку, джинсы, батник, сони, ориент Может мыть когда-нибудь Нам тихо скажут добрый путь Спецрай скорее грузите ящики своим И мы тогда расправим грудь, летим скорее куда-нибудь А встреча снова будет возле Дорнии И мы тогда расправим грудь, летим скорее куда-нибудь А встреча снова будет возле Дорнии Дорнии это 101-й диверсионной разведшей школы Балашиха, Балашиха, да, была Сейчас они в поле называют Чемпионский центр Ставят поле антенну вершину Дорнии Да, это Рожный научно-технический институт И там еще пожарный есть какой-то там НИИПО Это я ты видел в этой, в Радуге, в пивном баре В Бычьем глазе там, в ресторане А, ну это да, лазили по лесам Где тут этот, до Ногинска так поле сшагали Так вот еще песня такая, значит, в современном Афганистане Ой, длинная она правда Но песня, в общем, короче Ноябрь месяц, кундуз занесен снегом Вертушки не летают, в полку все кончилось, что надо Весь боекомплект Да, да, да А вертолетчики, лучшие друзья, тоже не летают Их не выпускают с кундуз И сидит командир, ваше покое слово Командир это оперативно-боевая группа Каскад-4 Бадахшан Зам по диверсиям Зам по контрразведке Разведке сухие абсолютно Работы нету, ничего нет, бензина нету И вот, и пишет письмо другу Который надеется, а к азиеческими шкалтаками С Мишестым Которые залетят там в Союз Отправить Пашке Осачеву поплести блистер Двадцать четверок туда Такое письмо На мотив, естественно, высоску Письмо колхознику с сельхозтехники Здравствуй, Паша, милый друг Мы из Бадахшана Во первых строках письма Всем вам шлем привет Здесь у нас зима вокруг Мерзнут, аж душманы И вот уж две недели И вертолетов нет Даже праздники прошли Как-то не по-русски Ну, чаю выпили ведро И храпеть пошли Да так представь себе Целый стол закуски Но не то, что водки Праги не нашли Вась снова за ним мог Не встает с кровати По ночам в бреду орет Братцы, мы бросим пить Ты уж, Паш, приезжай В гости, Бога ради Может, хоть с тобою Бросит он дурить К сожалению, снег занес Горы и долины А то мы б сгоняли в Пакистан Взяли кишмиша Но бензин у нас иссяк И стоят машины И даже на Майдоне Нету ни шиша И что о женщинах сказать Да в общем-то мы их тут не видали Их в полку, ты знаешь сам Явный недооз Но не сказать, что мы без них Очень мы скучали Но здесь свирепствует болезнь Спермотоксикоз Слушай, Пас, допущен ли Снова ты к полетам? И еще сбирался ты съездить в СССР Не отпусти, вот приезжай Да черт с ним, с вертолетом Мы тебе доверим здесь Даже БТР И, Паша, как твоя рука? Ножила, наверное Видно, зуб отравлен был Что в нее попал? У кого другого в раз Началась гангрена? Да это ж разность для всех нас Что ты такой амбал? Я пока письмо писал Вася пробудился Прочитал и стал вопить Хуже, чем вчера Мол, зачем конкретно я Называю лица Мол, внебрачных связей Нету в дырах Так что Строчки про любовь Мне пришлось замазать Ты привет нам передай Знаешь сам кому? Надо ездить вот по горам По изобанским лазать Причем тогда уж сам Лично обниму И Вася тоже стал писать Мол, привет, ребята И такой написал Хрен, что разберешь В общем, мне за нас двоих Отдуваться надо Но он теперь Непьющий человек Чего я с него возьмешь Что ж, до встречи, мужики Закорабляться надо Скорый вечер И в горах начали стрелять Еще раз Большой привет Всем из Фейзобада До свидания Идем службу проверять Еще редкая песня Там, наверное, фейзобадская лирическая Она очень длинная Я подскажу кое-чего Это песня о нашем житье БДЕ ОБГ Оперативно-боевая группа Это фейзобаде Это фейзобаде У нас сидели на виле Вон, ребята знают Вилла была Вот Лучшие друзья были Это менты Это кобальт Оперативно-боевая группа Вот под командованием Майора Леника Теплякова Он жив-здоров Недавно привет передавали Может, за семьей завалило Вот он В Архангельском крае Купается в море Там Вот И вот Наши советники Комитетские Но как-то они Какие-то ребятишки Были такие мутные Все пытались Подмять под себя Пока я Один раз Чуть не расстрелял Их вместе с домом И с самим собой Там Из КПВД Приказался Прибежали исполнять Вот этот советник Старший Испугался И больше мы с ним Не вязались Вот И Значит Вот такая Обстановка На вилле была Одеваться некуда Песни писать И вот Купите Ну на операции Которые Старались По возможности Тут еще был Командир полка Рутюниан Который всю ночь Пытался меня Куда-то не выпустить Там С Майдона С аэропорта Ездит Вон У меня Две с половиной Ты штыков Майор А ты чего там У меня Триджак Я говорю Я вот напишу На вас Он обещал И стрелял Он потом Да хрен-то он был Значит Два Два Чудила из Нижнего Тагила Значит Такие На букву Но неважно Он пытался Расстрелять Говорю Стреляйте БТР Я выезжаю За раппорт Мне нужно Стреться с человеком Стреляйте Солдаты дрожат Стоят Этот там Крашеный шест И на БТР Прорывторами Совсем Пять человек У меня сидит Не считая водителя Надо было Стреться Посреди Где-то там Я тут Командир А кто ты Командир Но потом Я поймал В городе Вашего Зампостройбой За несанкционерный выезд Саша Лизунова Капитана Посадил его На губу Себя Приехал Потом Рябшев Приехал Позволять Конечно Но у меня не было Бани Маленькая такая Полметра на метр Была у Кобальта А туда его Я говорю Покажите журнал Кого вы Так он моего Избил солдата На плацу А я очень не убил Но не важно Это разногласия Это всем Кто не понимал Чего Мы же не можем Ничего По полному полку По полной Веспечении По полной На меня Вот на меня Выписан заказ Приказ На ряд приказания На 35 литров соляра И 20 литров бензина В полку никак Столько не было Сразу Ну-ка Это Туркво Командующий Выписал Попробую Без печи Я понимал Что ее никто Не зальет И у них Сами бензин Ну не важно Короче говоря А что я уже забыл Еще песню сказать Вот там были Нормальные ребята Вот они сидят Еще много-много Были Боевые Комбат 2 Слава Масловский С колоннами Который вот Великокрасивый Такой Метр под 2 метра Один глаз Корридор Голубовен Вот Ну колонна В общем Второй батальон Колонна Скорость движения 5 Максимум 10 Особенно по горам Слева пропуск Права обрыв Механики Водители У них водки Нет У офицера На броне Все сидят На броне Офицеры тоже Но офицер Я не буду Полно У механика Водителей Ничего Кроме нашей Нет Но это единственное Антишоковое средство У него Как у офицера Водки Или спирт Потому что 90% Особенно Водителей Леников Сгоревших Не сгоревших Умирают не от того От потери крови От болевого шока И интоксикации От когда много ожогов И никто на это Внимание не обращал Там В Афганистане Это Иногда Вот Косяк Для солдата И стакан спирта Для офицера Значало жизнь Пусть без рук И без ног Но все-таки жизнь Остальные Мужики И смех И вот Размышления Пьяного Офицера Каскадер Моя В конкретном Случае В этой колонии Столуканы На Фейзобад Двух разных войн Едина суть Так говорил Один комбат Мы трассы Жизни Зывали путь Из Столуканов Фейзобад Там двое Суток Напролет Полвет Колонна Между скал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Кричи с досады Не кричи Здесь эти крики Ни к чему Не ставят мины Басмачи Известно Богу Одному Не угадаешь Где рванет Под кем Сработает Запал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Закрой усталые глаза Закрой Закрой И все Что в письмах Прочитал За словом Словом Повтори Тебя в союзе Кто-то ждет А может Ждать уже Устал За поворотом Поворот А перевалом Перевал 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 Да нет уж Лучше не дремать И успокоиться На том Что будет время Вспоминать Когда до финиша Дойдем По весу Скулы Смывает Пот В глазах Багровый Карнавал За поворотом Поворот За перевалом Перевал А где-то Мир И тишина И только Фильмы О войне А здесь Отметилась Война Пробойной В лобовом Стекле Сказали Вас Награда Ждет А ты о ней И не мечтал За поворотом Поворот За перевалом Перевал И кто-то там Живет Как жил Добро Соседствует Со злом А ты Давно Уже забыл Что Именуется Добром Закат Ложится На Капот Спокойно Тихо Багровый Ал За поворотом Поворот За перевалом Перевал Дилемма Быть или не быть Не для уставших Наших душ Да мы просто Дальше будем жить Перевалив За гендук уж Вон прогудев Над головой Вертушки В сторону Ушли И перестроился Конвой Очнись Приятель Мы дошли Еще В одном Сумасшедшем Рейде Который Из-за ошибки В координатах Вместо Черех дней Почти две недели Пробыл Тут пригодилось Конечно Знание Что все Что ползает А летает Можно есть Выживание А снег Можно пить Или раз Супер Ну в общем Короче Двенадцатый день Двенадцатый день Бркасский набегрень Трапой Трапой У горни Тянемся Пыля А сейчас Был пасть Да А то Спаться Шлась Рассчитывай Приятель На себя А сейчас Был пасть Да А то Спаться Шлась Рассчитывай Приятель На себя Двенадцатый день Натер Плечо Ремень И тянет Вниз Тяжелая Броня Лишь Каска Легка Воды На Погладка Рассчитывай Приятель На себя Лишь Фляжка Легка Воды На Погладка Рассчитывай Приятель На себя Двенадцатый день В кармане Парафень Они В бою Надежные Друзья Вот Новый Привал И снова Перевал Рассчитывай Приятель На себя Вот Новый Привал И снова Перевал Рассчитывай Приятель На себя И тот Кто Дойдет Кого Удача Ждет Кто Все Пройдя И все Перетерпя Вернется В свой Дом И в Жизни Потом Рассчитывать Он Будет На Себя Вернется В свой Дом И в Жизни Потом Рассчитывать Он Будет На Себя Лишь Только На Себя Лишь Только На Себя Тринадцатый День Тринадцатый День Четырнадцатый День Тринадцатый Вернется Тринадцатый 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 Но там не буду объяснять Афганцев мало А так остальные Все должны знать Не полиглоты Но некоторые выражения Некоторые слова На Ферси Но мушавер Это советник Знаете Советник Мушавер Это аган Понятно Что это такое Ханум От духтар Но мужики Точно Отличат Женщину Знать Не обязательно На мечети, там все остальное понятно. А? Про кафира объяснили. А, кафир неверный. Кафир, кафир, это неверный. Неверный, это который не обрезанный, короче. Шурави советский, не русский, а советский именно, шурави. А слово шура совет. Советы, да, там у них советы. Вот это вот. И кишлакчик-вардак, который очень много брали, много раз отдавали. Большими очень потерями. И когда там первый раз песню выполнен Кирсенов, этот Гриш Восиф, по-клисски Светофор, первый декабрит, еще не убил. Говорит, да как вы можете смеяться, только ребят там полегло. Ну, на войне можно смеяться. Не над тем, что ребят много полегло, а над тем, что еще никто-то не сошел с ума. И это тоже смешно, трудно сойти с ума в такой кашель. Ну, не важно. Ну, а потом женщина, что смешно, женщина влюбилась в шуравей. С первого взгляда, не знаю о нем ничего. Как у нас в Уидичи-Квардак Среди женщин шум и кавардак. Из Кабула к нам пришел отряд Под названием «Кодовым каскад». Каскадеров я пошла смотреть И стояла, скрывшись за мечей. Вдруг гляжу, идет ко мне один Синие глаза и молодой блондин. Лай, 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 ла-ла-ла-ла-лай Вдруг гляжу, идет ко мне один Синие глаза и молодой блондин. Как взглянула я на шуравей Так в душе запели соловьи Позабыла стыд и шариат. Говорю, пойдем со мной сюда И пусть ты не обрезанный кафир Только для тебя устрою пир Спать с собою рядом положу И сниму не только паранжу Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Спать с собою рядом положу И сниму не только паранжу Но глядит печально шуравей Ты меня, красотка, не зови Наш начальник, грозный машавер Заставляет спать нас в БТР Глупый, неразумный шуравей Ты минуты радости лови Знаю я, в горах сидит душман Против русских точек ядоган Шуравей смеется не пугай Всех душманов мы отправим в рай На земле афганский будет мир Вот тогда мы и устроим пир Пролетели дни, как листопад И ушел в кабу отряд каскад А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий, глаз и шуравей Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай Лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай А я жду, сгораю от любви Где ж ты, синий, глаз и шуравей Что расскажешь о Востоке Непривычная страна Там совсем другие боги и другие имена Там горянки величавые, пугливые, как стрижи Но глаза глядят бухаво через сетку пронжи То оазисы, то горы, то пустыни Регистан Пчатся бронетранспортеры из Кабула в Чахчаран Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш Но с вершины гендугуши виден только гендугуш Там народ неторопливый, почитающий Коран Где расписано красиво о законах мусульман Там землей латают крыши, там стреляют по ночам Там предложат вам гашиши, предприимчивые бача Там поклонники Хаяма, знатоки Фердуси Но от тонкостей их исламу спорить Боже упаси Вас разбудят на рассвете, выпиющий с неба глаз Моэдзин зовет с мечети делать утренний намаз Там экзотики навалом экзотичней не найти И там стреляют из дуала вдоль колонного пути Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна Там совсем другие боги и другие Так вот Махтубу, да, вот я хотел приносить петь Ладно, это тоже песня про афганскую женщину, настоящую Настоящую афганскую женщину, про которую почему-то никто песен не пел К великому сожалению песню написала Это не со мной случилась история, вот честно вам говорю Жалко, я бы хотел, чтобы было со мной, но не получилось Но тем более она исключительная, поэтому и песню написала Еще на выводе в 89-м году Да не надо хат, кто знает, что такое хат? Кто знает, что такое хат? Поднимите, говорю, хаты Че это такое? Да, правильно, знаю Я скажу, что это было по КГБ афганское? Ну тогда Ну там что там взялось, там я сначала написал, потом переделал Чего оттуда взяться там Там, там, под Файзабадом Откуда взяться девочки из хата? С кишлака С паргамуджи тем более, откуда там? Комсомолка, видать, была Наверное, да, активистка Царандоя И неожиданно появилась там где-то, ну не важно Два ли девочку тут, два ли женщину тут Махтуба Да не женщина, просто девчонка Как тростинка тонка и слаба Ты тащила меня по воронкам А потом, разорвав паранжу Пинтовала горячие раны В кишлаке под названием Анжу На колонном пути по Наршану Махтуба Словно ветры на склонах поет Махтубам Не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется в спе Помню, родичи, стайку твоих Не в утянущих тонкие руки Ты сказала одно Шурави И они отшатнулись в испуге А потом полевой медсанбат И врачей утомленные лица Я хрипел им, где мой автомат А он мне скоро теперь пригодится Да не нервничай, все при тебе Тут какая-то фея из хада Пусть будет по вашу Принесла поутрух КПП Пистолет, автомат и гранаты Махтуба Словно ветер на склонах поет Махтуба Не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется в спе Вот и все, я вернулся домой Затянулись военные раны Только как-то связалась с судьбой Да, девчонка из Афганистана Я не помню почти ее глаз Что запомнишь в бредовом тумане Может, кто-то другой меня спас А может, вычитал в старом романе Вот только ветер поет, Махтуба И куда-то зовет, Махтуба Я пошел в ту атаку опять Только время не движется спять Я пошел в ту атаку опять Я пошел в ту атаку опять Да вот только время не движется спять Вспомним мы товарищ Бычий глаз Я ее корректирую, писал-то Васька Я ее не помню Перекор надо объявить, наверное Правильно так Да не надо, Мишка, прошу Я там поневольный тоже Перекорим, быстрее Спасибо Я, Калин, потом вообще Давай быстрее заканчивай, а теперь и все куда-то Конечно, вам спасибо Привет, дорогой, господи Я встаньте Я встаньте И ты встаньте Ну ничего, чем мы еще с вами вынесем Я не знаю Может, я тебе говорю, что здесь не наш с Кириллевым Ну я помню, так вот Федоров привез, тебе клик Нет Он обещает, но он мне сказал, что все, погоните правду Давай Вперед Миша, ты куда-то исчез